на автозаправке должен вас предупредить сегодняшнего дня пензин подорожал водитель говорит ну хорошо налейте мне 50 литров вчерашнего жена встает на весы муж ухпеляясь смотрит на стрелку и говорит ты знаешь какой у тебя должен быть рост при таком весе жена спрашивает ну какой же с половиной метров слушай я забыла хлеба купить что ты ел на ужин утром рода сыром и колбасой а как же ты это сделал хлеб это не было ну так сыром и колбасой жена уехала командировку утром звонит мужу я по тебе очень соскучился муж говорит а привет милая я по тебе тоже соскучился жена говорит а почему ты повали шепотом как ни старался физрук танцевать на дискотеке все равно получались приседания ты умеешь ориентироваться по звездам я тебе научу это очень просто где звезды там в небо полетлиники проверяют слух у трехлетнего мальчика раз говорит конфета мальчик говорит не нельзя аллергия маленький петти знаю что его накажут заранее поставил компьютер в угол какой позор какой позор а что такое петуха ты не поверишь какой-то лермонтов опубликовал свои книги стихи которые эти посвятил мне когда мы познакомились мой дедушка был за здоровый образ жизни он часто ездил на велосипеде за водкой правда но на велосипеде купил новый русский попугая как аду самого дорогого на следующий день приходится в магазин говорит он не говорит продавец говорит купите ему колокольчик через два дня пришел говорит попугай не говорит купите ему лесенку через неделю приходит опять попугай не говорит а купить ему качели через несколько дней опять приходит о попугай начал говорить продавец говорит и что он сказал когда же ты наконец год пожрать даже я как бы на пьюс никого не боюсь наши жены ну до такой степени я еще не напивался самый длинный сон зарегистрирован на паре по истории студент соснув на пятнадцатом веке проснулся в восемнадцатом решил однажды илья амурновец сразиться с поганым чудищем пришел он к его логову и стал стучать открыла девица незавной красоты вам кого я мурновец говорит мне чудища девушка говорит это я как это ты ну я накрасилась милая сколько время не уйдет на приготовление ужина если грубо если грубо то пошел на хрен со своим ужином один мужик зашел в поезд на одессу и смотрит вагоне совсем местов нету и говорит начал ходить по вагону и говорит я все равно я его поймаю люди спрашивают кого кого да тут из сумочки кобра выбежала все равно поймаю пассажиров из вагона как ветром вздуло мужик спал всю ночь утром просыпаюсь и спрашивает у проводника еще до 10 далеко осталось проводник говорит какой там вчера какой-то идиот кобру выпустил вагон уцепили вот стоим подписывайся